Чудеса альтруизма. Жители Азова набрали кредит на 5 миллионов рублей, чтобы помочь дочери главы поселения в Азовском районе открыть свое дело и купить квартиру в городе. Деньги девушка обещала вернуть, но бизнес не заладился. Теперь в ситуации разбирается суд Ольга Кучкурова. Расскажет все подробности этого уже уголовного дела. В коридорах районного Кировского суда все 11 потерпевших. У каждого испорченная кредитная история. И все, как один объясняют, хотели помочь односельчанке. Девочка-то хорошая. К тому же папа, глава поселения, надеялись на благодарность. Одним Валентина Тимошенко, тогда еще Штыкляин, обещала содействие в трудоустройстве, в поселковую администрацию, другим помощь по хозяйству провести водопровод. Попросила молоденькая, тем более как бы из Казахстана, односельчане вроде бы. Приятная, разговаривает все. Ну как мне помочь? Обещала с процентами. А я уже накрутила, воду себе приведу в деревне. Ну вот так и провела. Два банка у меня проходят. Один банк уже подал на меня в суд. И дело, ну иск выставили у приставов. Ходят к вам. То есть, да, конечно, уже все. Наложен арест на мое имущество. Все вместе взяли у банков в 5 миллионов рублей. Деньги передали Тимошенко. Первые несколько месяцев девушка платила исправно, а потом кредитоспособным односельчанам стали звонить коллекторы. Звонят, конечно, коллектора и банки. А и на работу звонили. Вплоть до того, что и приедут, и угрозы, и все были. У самой Тимошенко версия произошедшего иная. Односельчане сами предлагали ей деньги. А если предлагают, как не взять? В неделю мне Анна могла позвонить, ну раза три-четыре, это точно. В разговоре у нас только был один звонок. Привет, привет, Анна, проезжаю, у меня есть деньги. Приезжала и не брала мне деньги. Также писала расписку. Вместо 5 миллионов, как утверждают потерпевшие, по версии Тимошенко, она взяла всего 2,5 миллиона. На эти деньги хотела открыть киоск на оптовом рынке и начать торговать китайскими вещами, чтобы доказать отцу, что она что-то из себя представляет. Впрочем, до Китая не доехала. Зато купила автомобиль за 400 тысяч, 1 миллион заняла подружки на развитие бизнеса, который прогорел. И еще почти миллион, якобы, потратила на погашение кредитов. Тимошенко обвиняется по статье 159 части 4 главного кодекса Российской Федерации. Это наказание по данной статье предусматривает, в том числе и лишение свободы до 10 лет. Впрочем, сама Тимошенко, видимо, полагает, что лишать свободы ее не станут. На вопрос гособвинителя, определилась ли она, с кем останутся ее малолетние дети на период наказания, девушка заявила, что и думать об этом не хочет. Но деньги обещала вернуть. После выхода из декрета она планирует открыть центр развития дошкалят. Кого на этот раз попросят взять кредит на развитие бизнеса, не уточнила. Ольга Качкурова, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.